Девушки отдыхают Сходи лучше одна, а я потом присоединюсь к тебе Ладно Конечно, аттракционы это развлечение Но я не уверен, получают ли люди удовольствие от катания на них Или скорее от наблюдения за тем, как страдают другие Вы понимаете, о чем я говорю? Это нехватка воздуха, головокружение, дурнота, приводящая в конце концов к тошноте Официально это называется укачивание при движении И оно касается не только катания на аттракционах Это и морская болезнь, и тошнота в воздухе И все виды укачивания в пути Чтобы понять механизм укачивания и его причины Необходимо узнать, как мы поддерживаем равновесие Равновесие это сложный процесс, требующий постоянного притока информации к мозгу Сигналы поступают из трех источников Глаза дают зрительную информацию Рецепторы в коже, мышцах и суставах Докладывают о положении и движении различных частей Но самая важная для равновесия информация поступает из нашего внутреннего уха Внутреннее ухо состоит из трех полукруглых каналов и двух крохотных камер Полностью заполненных жидкостью Внутри жидкости находятся малюсенькие волоски, соединенные с нервами Когда мы двигаем головой, жидкость тоже приходит в движение Волоски смещаются, и сигнал об этом немедленно направляется в мозг Это как если бы в голове у нас был ряд маленьких нивелиров Эти нивелиры определяют различные типы движения Вертикальные, горизонтальные и вращательные Мозг использует информацию о перемещении, чтобы удерживать нас в равновесии Например, когда мы вертим головой Сигналы из внутреннего уха помогают нашим глазам приспособиться и не потерять ориентацию Внутреннее ухо также подсказывает нам вытянуть вперед руку или ногу, когда мы падаем Чтобы удержать равновесие Итак, какая связь между равновесием и укачиванием? Для поддержания равновесия мозг координирует сигналы, поступающие от глаз, рецепторов тела и внутреннего уха И обычно прекрасно с этим справляется Но иногда сигналы перепутываются Это сенсорная неразбериха и вызывает эффект укачивания Например, представим себе, что кто-то все-таки уговорил вас покататься на монстре Сочетание вверх, вниз и вокруг перемещает жидкость в вашем внутреннем ухе во все стороны Глаза пытаются сфокусироваться на чем-то, но не могут А датчики тела говорят вам, что вы вообще не двигаетесь Ваш мозг не в состоянии переработать столь противоположную информацию Именно эта путаница и ведет сначала к головокружению Затем к тошноте и, наконец Но не только вращения на аттракционах могут вызвать эффект укачивания Некоторые укачивают и в автомобиле Особенно если они едут на заднем сидении Когда вы находитесь на заднем сидении, вам практически не на что смотреть Вы можете лишь взглянуть в боковое окно, где пейзаж бежит с бешеной скоростью Глаза говорят вам, что вы перемещаетесь слишком быстро Но вы можете наскочить на неровность на дороге Или повернуть голову, чтобы поговорить с другом Жидкость во внутреннем ухе сразу же изменит свое положение и скажет вам А сейчас ты переместился совсем чуть-чуть В то время, как датчики тела скажут, что ты не двигаешься вообще В этом-то и проблема Мозг приходит в замешательство от противоречивых сигналов Что приводит к недостатку воздуха, тошноте и... Ребята, ну, вам лучше подождать меня Ученые предполагают, что рвота при укачивании Инстинктивная реакция организма Когда мозг получает противоречивые сигналы от тела Он предполагает, что в организм попал какой-то яд От которого лучше побыстрее избавиться И он дает сигнал желудку Извергнуть содержимое наружу Можно ли как-то избежать укачивания? К сожалению, если уж оно началось, остановить его трудно Надо попытаться изменить ситуацию Предотвратить недомогание легче, чем лечить его Сейчас появились лекарства от укачивания Они ослабляют работу нервов, запускающих тошноту Есть и другой способ Надо сфокусировать зрение на каком-нибудь неподвижном объекте Таком, как горизонт или дерево В этом случае разноречивая информация о перемещении, приходящая в мозг Как бы наталкивается на сигнал Занято Хорошо, я готов Фокусируюсь Фокусируюсь Да, я готов Мы поднимаемся Поднимаемся Да Отличное катание Пытливые умы